Всем здравствуйте! 59-летняя супруга Александра Малинина Эмма не часто делится в своем микроблоге фото с сыном от первого брака. Сегодня она сделала исключение и поздравила Антона Малинина с 39 днем рождения. Несмотря на то, что Антон является приемным сыном Александра, певец воспитал его как родного, дав ему свою фамилию. Дорогой мой сынуля, поздравляю с твоим днем рождения. И себя заодно тоже, написала Эмма под фотографией, признавшись, что рождение сына помогло ей повзрослеть и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Также жена Александра Малинина призналась, что несмотря на все промахи и неудачи, она считает Антона идеальным первенцем и назвала его своим учителем. Люблю тебя и очень горжусь тобой. Восхищаюсь твоей замечательной семьей и тем, какой ты чудесный муж и отец. Человек с большим добрым открытым сердцем, умеющий преданно любить, быть благодарным и ценить своих близких друзей. Человек, который способен бескорыстно делиться и быть щедрым во всем. Человек чуткий и отзывчивый, всегда готовый протянуть руку помощи, растрогалась Малинина, в конце признавшись сыну в любви, а также поблагодарив за подаренных внуков. Напомним, что брак Сэм и Александр Малинин зарегистрировал в 1990 году. В 2000-м у пары родились двойняшки, сын Фролл и дочь Устилье. От первого брака сынной Курочкиной у Александра остался 39-летний сын Никита. Во втором браке с Ольгой Зарубиной, которая в 1991 году эмигрировала в США, у Малинина родилась дочь Кира, которую сам певец признал лишь в 2011 году в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». Стоит отметить, что после скандальных заявлений Ольги Зарубиной Александр подал суд на бывшую супругу. Правда, сама Ольга себя виновной не признавала. Старший сын Александра Никита Малинин пошел по стопам отца. В 14 лет юноша освоил игру на гитаре, в 22 уже стал победителем шоу «Фабрика звезд 3». Как признавался сам Александр в одном из интервью, после успеха в песенном конкурсе у сына начался сложный период в жизни, связанный с психологическими проблемами после обрушившейся на него славы. Громкий камбэк Никиты Малинина состоялся в феврале 2015 года. 34-летний певец принял участие в третьем сезоне шоу «Перевоплощение один в один». В настоящее время Никита Малинин зарабатывает тем, что пишет музыку для своих коллег-артистов. Что касается общих детей Александра и Эмбы Малининых, то, что Фролме стал связывать свою жизнь с музыкой, отдав предпочтение рисованию, а позже поступив в школу кино и телевидение в Мюнхене, а вот Устинья все же пошла по стопам отца и начала не только заниматься музыкой с четырех лет, но и сама писать песни. В 2016 году, когда девушке было 16 лет, она выпустила свой дебютный альбом, музыку и лирику для которого написала сама. В декабре 2019 Устинья поступила в Старейшую Королевскую Академию Музыки в Лондоне, а в январе этого года вошла в топ-20 молодых оперных исполнителей на международном оперном конкурсе. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.